Мы ненамного забудем про наши земные проблемы и обсудим арсианские. Николай Абрамов представит доклад телезиорной системы посадочной платформы космического аппарата ExoMars 2020. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Есть ли жизнь на Марсе? Такой вопрос задает человечество уже много лет. И очередной попыткой ответить на этот вопрос стала разработка космического аппарата ExoMars. Но не 2018, а 2020, потому что запуск планируется в следующем году. Значит, это космический аппарат, оснащен современным научным оборудованием, в том числе телевизионной системой. Наша команда является разработчиком этой телевизионной системы. И я расскажу вам сегодня о ней. Следующий слайд. Немножко о миссии ExoMars. Значит, это международный проект. Выполняется с Европейским космическим агентством, Роскосмосом, по лавочке, ну и ИКИ, как разработчик научного оборудования. Значит, планируется запуск на Марс в июле следующего года и прилетит по предварительным расчетам в марте 2021. Значит, вся экспедиция состоит из трех этапов. Первая задача – это вывести составной космический аппарат, который представляет собой перелетный и десантный модуль. Дальше успешно посадить десантный модуль на поверхность Марса. И далее начинаются две независимые программы. Это российская научная миссия, которая представлена посадочной платформой, и европейская, которая представлена марсоходом. То есть, у марсохода свои будут задачи, у нашей посадочной платформы свои. Они независимы друг от друга, но в некоторой степени взаимопомощь там будет некая. Следующий. Значит, немножко вот теперь уже подробнее к нашей системе телевизионной. Значит, в чем ее уникальность? Это то, что впервые за историю телевизионных съемок здесь используются одновременно четыре камеры, которые могут дать панорамный видеоряд и фоторяд. То есть, здесь задача стоит, прежде всего, успешно снять атмосферу Марса. То есть, это означает, что мы должны работать во время посадки космического аппарата. И все приповерхностные процессы. То есть, это первая часть. И вторая часть. Уже когда мы приземлимся на Марс, мы должны также вокруг посадочной платформы иметь возможность получить панораму 360 градусов. Как вы понимаете, это возможно лишь при использовании нескольких камер или при использовании поворотного устройства. Но поворотное устройство имеет большие недостатки в виде сложного механизма плюс дополнительная масса. Поэтому у нас выбрано решение в виде четырех независимых камер. Также возможно пересечение с европейской научной миссией в части контроля съезда марсохода с платформы. Предполагается, что этот этап также будет впечатлен нашими камерами. Следующий. Значит, состав нашего прибора это четыре камеры обзорных и блок сбора данных. Следующий. Значит, здесь уже вид фотографии летного образца на испытательной оснастке. Но не думайте, что так он будет установлен на посадочной платформе. Это лишь испытательная оснастка. Теперь перейдем к тому, как он будет стоять уже на настоящем космическом аппарате. Значит, космический аппарат состоит из десантного и перелетного модулей. Значит, наша посадочная платформа с научным оборудованием заключена в десантном модуле. И, соответственно, на посадочной платформе установлена наша система, то есть ППМ, телевизионная система посадочной платформы. Значит, прошу обратить внимание, что весь десантный модуль имеет защитную оболочку, фронтальный защитный кожух и задний кожух. По мере подлета к поверхности Марса эти два модуля расстыковываются, и к Марсу летит уже только десантный модуль на специальной парашютной системе. Дальше. Где крепится наша система? Наша система крепится в четырех точках, здесь показано только две, и также симметрично с другой стороны тоже две. Четыре идентичные камеры. Значит, здесь показана фотография макета всей посадочной платформы с европейским ровером. Здесь, как вы понимаете, камеры не видны, но здесь специально показана облегченная конструкция, где видно, что наши камеры смотрят в разные стороны, в четыре. Следующее. Немножко о характеристиках камер. Значит, самое важное для нас это разрешение. Значит, впервые за всю историю марсианских исследований применена матрица 4 мегапикселя. Я проводил исследования марсоходов НАСА, различных европейских миссий, и я вам говорю, что вот эта вот величина для нас является сейчас максимальной. То есть мы первые, кто с таким разрешением будет снимать 4 мегапикселя. Также важно отметить, что у нас очень большой динамический диапазон. Почему это важно? На поверхности Марса есть затененные участки, кратеры. И очень важно при съемке иметь качественное изображение как тени, так и освещенной поверхности. Наличие такого высокого динамического диапазона позволяет это сделать. Также многие задают вопрос. Сейчас даже в мобильном телефоне есть матрицы по 20-40 мегапикселей. Почему у нас 4? Ответ простой. У нас есть ограничения, во-первых, на радиоканал. То есть если бы мы снимали с значительно большим разрешением, то мы бы просто не смогли передать объем информации заснятым. То есть это определенный компромисс. Следующий. Какие режимы съемки доступны? Мы можем снимать либо всеми четырьмя камерами, либо выбирать камеры, которые будут снимать. Также мы можем выбирать разрешение, в том числе бинированное изображение. Традиционные параметры время экспозиции, число кадров, некий таймер, время между съемками. И здесь у нас был применен уникальный алгоритм сжатия, который называется JPEG-LS. LS значит lossless, без потерь. Это позволяет нам в значительной степени уменьшить объем передаваемой информации, то есть разгрузить радиоканал, но при этом без потери качества. Чуть позже я покажу вам результаты этого сжатия, которые мы уже протестировали. Следующий, пожалуйста. Поля зрения камер. Как я говорил, обзор у нас 360 градусов. И чтобы этого добиться, все оптические оси камеры разнесены на 90 градусов друг относительно друга в тазимутальной плоскости. Таким образом, мы действительно получаем полный круговой обзор и возможность получения качественной панорамы. Следующий. Блок сбора данных представляет собой фактически компьютер, который хранит изображение, выполняет их сжатие и передачу в дальнейшие узлы космического аппарата со скоростью 8 мегабит в секунду. Чтобы оценить, насколько это хороший носитель информации, можно примерно сказать, что 1500 кадров доступно для хранения нашей миссии, наших временных ограничений. Это вполне достаточно. Дальше, как мы работаем. По мере подлета разгонного блока к Марсу, происходит дальнейшая стадия отделения разгонного блока и составной космический аппарат приближается к Марсу. Здесь у нас инициируется циклограмма, то есть определенная программа работы прибора, которая называется перелет. Помните, я вам говорил, что есть защитный экран на десантном модуле. То есть, как вы понимаете, все камеры закрыты. Они ничего не видят в поле зрения, только вот этот экран. Поэтому мы можем здесь оценить работоспособность только по получению гистограмм темновых токов, поскольку перед камерами ничего нет. Следующий. По мере приближения к поверхности Марса срабатывает парашютная система, происходит отстрел защитного экрана, и здесь включается следующий режим, который называется снижение и посадка. Здесь, опять-таки, в достижении научных целей мы должны снять видео посадки нашей системы, чтобы увидеть и атмосферу, плюс вид на Марс уже с высоты. Значит, мы снимаем в течение почти 200 секунд видео объемом полтора гигабайта почти. Это также хранится все в памяти ВСД. Дальше, этап 4, мы приземлились уже на Марс. Здесь сразу я вам покажу некие наглядные картинки. Это НПУ Лавочкина проводила давно некоторое моделирование, как оно может быть на Марсе. Что могут наши камеры видеть. Вот некая такая зарисовка. То есть, действительно, по прилету мы должны снять сам момент касания посадочной платформы. Затем мы снимаем этап, когда открываются солнечные панели, этап, когда раскрываются трап для ровера и, собственно, сам съезд ровера. Все это занимает 5 секунд и предварительный объем 32 мегабайта. Значит, циклограмма день. Это более свободная для нас циклограмма в течение всей научной миссии, последующих дней. Мы можем варьировать различные параметры, коэффициенты сжатия, экспозиции. То, что я говорил раньше, это 12 мегабайта, такая самая широкая. Ну, естественно, передача данных. Она зависит от доступности радиоканала. То есть, приборов много, все они передают информацию, поэтому передача данных происходит тоже по мере освобождения канала. Следующий. Теперь к испытаниям. Значит, у нас в институте была разработана оснастка специальная. В масштабе 1 к 1 мы сделали макет посадочной платформы. Что нам здесь важно, это чтобы все углы были такие же, как на посадочной платформе. То есть, здесь угол 35 градусов, вертикальный. И все ее размеры, естественно, сохранены. Это примерно 3 на 3 метра. Можно следующий. Значит, мы проводили на крыше испытания, чтобы понять, насколько система работает, насколько хорошо получаются панорамы. Следующий. Значит, вот одна из наших камер. Следующий. Значит, вот немножко подробнее алгоритмы сжатия. Значит, здесь мы видим изображение, снятое на одной из камер. Давайте чуть-чуть увеличим. Следующий. И посмотрим. Значит, при разных коэффициентах сжатия, при даже вот еще большее, если увеличить, мы видим, что разницы практически нет. Качество не теряется. Но при этом размер, посмотрите, в 8 раз меньше становится. В этом и есть преимущество этого алгоритма JPEC-LS, что качество не теряется. При этом, с точки зрения разгрузки радиоканала, это очень эффективный алгоритм. Следующий. Теперь ближе к панораме. Проведем некую параллель, как это могло быть на Марсе, и то, что мы сняли. И попробуем теперь сделать панораму. Следующий. Первый кадр, второй, третий, четвертый. И теперь давайте посмотрим, что получилось. Следующий. То есть у нас получилась панорама, это достаточно большая, около 12 тысяч пикселей здесь и 2 тысяч пикселей здесь. Значит, следующий. Давайте чуть промотаем. Еще. Еще следующий. Еще. Следующий. Следующий. Вот, стоп. Значит, здесь, как вы можете видеть, уже скорректирована дисторсия. То есть у нас объектив широкоугольный, поэтому присутствует дисторсия. То есть искажение изображения на краях. Здесь это скорректировано. Также цветовая коррекция была проведена. В итоге мы убедились, что и сжатие работает, и панорамы получаются. И мы вот сейчас как раз продолжаем исследование в этом направлении. И надеемся, что дополнительные материалы тоже в ближайшее время представят в других уже конференциях. Кстати, спасибо. Спасибо. Вопросы. Вопрос такой. Не всякое изображение допускает сжатие тест-потер. Бывают такие изображения, которые практически не сжимаются. Что вы в этом случае делаете? У нас такие изображения исключены, поскольку формат данных, который передает камера в блок сбора данных, он единственно возможен. То есть здесь нет вариаций формата. Это информация, так сказать, сырые данные, специально подобранные с учетом того, чтобы под этот алгоритм они подходили. То есть это некая программная адаптация формата, вступаемого с камер. И у нас в других просто не может быть формата. Изображение, оно не от формата зависит, оно зависит просто от того, что вам представлено. Вы приземлились на Марс, там очень много песка. Каждая пищевка, соответственно, создает свое изображение. И такие изображения, они независимо от того, в каком они формате, они практически не сжимаются, поскольку там никакой равности нет. А, вы имеете в виду, что здесь неприменим предъективный алгоритм, который используется, да? То есть невозможно предсказать из-за того, что... Это невозможно предсказать. А я вас понял. Как оно будет сжаться? Есть изображение практически не сжимаемое даже таким алгоритмом, как ZIP. У нас сжатие является опцией, то есть у нас есть возможность полного отключения сжатия. И если в ситуации, когда у нас попадает такое вот по цвету однородное изображение, мы можем отказаться от сжатия и просто принять его целиком. Но все же, учитывая вот некие наблюдения и другие миссии, мы можем сказать, что все-таки в разное время суток и вообще в зависимости от рельефа как-то сложно сказать, что вот так вот прям нельзя будет сжать. Все-таки там имеются особенности и горизонт, рельеф, которые мы всегда отличим и сможем сжать. Но без сжатия тоже пропускается, мы можем отключить. Насчет резервирования. Можно уточнить, вы сказали, что у вас было резервирование единица вот этого блока сбора информации. То есть, если он откажет, все это, ваша система будет неработоспособна. Нет. Потому что нет резерва. Нет. Кратность резервирования – это число резервных единиц, которые добавляются в основной. Кратность резервирования единицы – это означает, что у нас один резервный момент. Основной резерв. То есть, в случае выхода основного, включается резервный. А камеры резервные нет или есть, или сам себе резервирует? Нет. Здесь камеры четыре, и предполагается, что получить панораму только четыре камеры. Если одна выпадает, соответственно, у нас не получается панорама. Камера не резервируется. Почему? Потому что это опять вопрос массы. Можно было поставить действительно два ряда камер. Но, к сожалению, это уже жесткое ограничение по массе. А на ровере там свои камеры будут? На ровере будут свои камеры, в том числе для анализа геологической структуры Марса, такие ближнефокусные. Они ничего не имеют общего со съемками панорам. Они больше так вот заточены под локальной какие-то фотографии. Панораму с них не получше. Можно, кстати, вопрос о панораме? Скажите, пожалуйста, чем сшивали, корректировали, и как в этом чем-то определялись реперные точки до сжатия или после? Вот как раз связано с предыдущим вопросом. Есть ли на чем базироваться для анализа геологической структуры? Значит, у нас есть целая процедура функциональных испытаний, и в том числе отработка на стенде, если вы это имеете в виду. То есть у нас есть стенд, на который нанесено порядка 20 тысяч точек, и с помощью этого стенда мы можем смотреть и дисторсию, и вот эти вот реперные точки фиксиваю. Программа, я сейчас вам не скажу, которая сшивалась, но вот эти вот типовые процедуры, работа со стендом, и калибровка камеры, она была приведена, и эти точки, которые вы говорите, они тоже были промерены перед шифтой. Спасибо. Открытие, последний вопрос. А как вы реализовывали сжатие? То есть аппаратное или программное? Аппаратное, здесь сжатие программное, исключительно в машинном коде оно прописано, никаких специальных микросхем здесь не стоит сжатие. Это алгоритм, это алгоритм сжатия JPEG-LS. Вы совершенно правы, есть вариант аппаратного сжатия, когда ставится специальная микросхема, но здесь ее нет, здесь это программная реализация. А на микропроцессор, да, естественно? На микропроцессор, да. А как вы использовали? Как вы использовали? Я вам не скажу, но это обычный функциональный процессор, это не какой-то специальный заточник, но это не плиз, да? Здесь применяется в совокупности дни плиз процесса. А вы без плиз не построите систему, у вас слишком много каналов с камерой получается. Плиз обидается, просто не хватит. А вы параллельно считываете информацию с камерой или сжимаете, или как-то последовательно муферизируете? Значит, у нас с каждой камеры идет независимый поток данных, и он обрабатывается последовательно. То есть мультиплексирование? Смотрите, в каждой камере есть буфер. Не потерять данные, то есть каждая камера скидывает свой буфер, а уже из буфера можно последовательно по очереди вычислить, чтобы не потерять данные. Понятно. Да, это серьезно. Все. Еще вопросы? Большое спасибо, Николай. Продолжение следует...